Я принял решение сегодня, принял я его на самом деле несколько дней назад, но об этом сегодня заявляю впервые. Мы многое сделали вместе в Бельцах, но с сегодняшнего дня в Бельцах нужен хозяин на месте. Из-за того, что я сегодня и в ближайшие дни недели не могу вернуться домой. Из-за того, что нас обвиняют в том, я сказал, давайте на референдуме проверим, кого люди доверяют, вам и вашим телеканалам, или доверяют мне, как мэру. А что с референдумом, подождите? А референдум что-то будет? Я не поняла, вы ведете к чему? Вы собираетесь подавать в отставку? Значит, зарубили референдум. Его зарубили уже? Мне это непонятно. Давайте будем говорить по очереди, или в лаве потом скажите, что обсуждать, что нет. Нет, подождите, Рената, простите. Люди голодали, чтобы проголосовать за дату референдума, 4 марта. Референдума не будет, Андрей. Не будет. Референдума не будет, потому что госканцелярия зарубила. Говорит, вы неправильно сформировали вопрос. Вот так. Вы так же докопались, как и до инициативы гражданского общества. То есть, опять им что-то не понравилось в процедуре. Давайте еще раз заседание муниципального совета. Давайте еще. Ну, просто издеваются. И они говорят, что я специально сформулировал вопрос таким образом, чтобы иметь юридические неточности, из-за которых будет отказано, что Усатый держится за власть любыми путями. Поэтому с этой ответственностью сегодня заявляю о том, что на этой неделе я, Ренат Усатый, как примар города Бельсин, подаю в отставку. Подаю в отставку, потому что у меня есть воспитание. И какая порядочность, и порядочность, за которую я благодарен исключительно своим родителям, которые учителя, которые, знаете, все держатся за власть, придумывают схемы, Киртуак и не уходит, Сильвия радует его примара, хотя Киртуак и может. Вот мужества я набрался. Я не хочу подавать, потому что я говорил с нашими коллегами, и юридически, если бы я хотел остаться в должности, если бы я подал в отставку то, о чем я заявил сегодня в конце апреля, значит, выборов до 2019 года проводить невозможно. То есть я бы повторил то, что делает Плохотнюк с Кишиневым и с кишиневцами. Понимаете? Я так понимаю, что подавая в отставку вы провоцируете досрочные выборы в Бельцах? Наталья, подавая в отставку именно сейчас, в Бельцах будут досрочные местные выборы 20 мая, в единый день, который определил Центр избирком, как единый день досрочных местных выборов по всей стране. И мы с вами увидим... Да, сильный шаг. Мы с вами увидим, кто будет разносить гречку, кто будет разносить сахар. Подождите, а от нашей партии будет кандидат? Послушайте, да, от нашей партии будет кандидат, потому что есть обещание перед Бельчанами, которое я не выполнил до конца, и мне нужно продолжить то, что я начал делать. Я подаю в отставку для того, чтобы честно все могли подготовиться к выборам, которые пройдут 20 мая этого года. Хорошо, это раз. Два. Вы можете уже объявить о том, кто будет кандидатом от нашей партии на должность мэра Бельц? Значит, на сегодняшний день наши коллеги, я говорю про коллег с муниципального совета, значит, они считают, что должен быть жесткий человек, который будет всех держать в ежовых рукавицах. Это Николай Григоришин, который стал заместителем примара, был избран. За него голосовало большинство муниципального совета на прошлой неделе.